доброго времени суток сегодня для вас я приготовлю мою самую любимую осеннюю закуску да и зимнюю тоже она будет из капусты собрали мы прекрасный урожай капусты поэтому почему бы не воспользоваться да кроме того нам понадобится луковица свекла 1 средняя но у меня как бы малютки поэтому 2 чесночок почти головка и морковочка все это нужно измельчить но для начала приготовим рассол и так для того чтобы приготовить рассол мы литр воды выливаем в кастрюльку далее туда добавляем стакан сахара стакан растительного масла я буду смешивать обычные рафинированные аромат сахара стакан уксуса чуть-чуть не хватило не беда есть еще далее лавровый лист перец горошком штучек 7 10 щепотка так и соль не забыть нам потребуется две столовые ложки у меня соль не очень соленая поэтому я так с небольшой горкой делаю ложечки все перемешиваем ставим на плиту для закипания на среднем огне чтобы не пригорел сахар пока он не растворится овощами займется маню волшебное полотенце накрываю кривли крапли англ пенс кроссов закипает перевела его в другую кастрюльку потому что в эту я буду складывать капусту и так что же творится под нашим волшебным полотенцем снимаем я тут все нарезалась и так капуста пока уберу капуста довольно крупным таким кусочком свекла морковь лук все такими длинными большими кусочками не люблю умельчить чесночок тоже дольками вот закипел наш рассол пока я его убавлю наше дальнейшее действие на дно кастрюле мы укладываем третью часть овощей наших лука моркови чесночка свеклы далее капусту плотненько половину пусты мы можем плотненько плотненько прижимая где-то еще далее треть овощей свекла морковь чесночок лучок муковичка достаточно большая можно было взять чуть поменьше все и оставшуюся капусту я не разбираю как бы ну такой большой можно разобрать вообще не разбираю кусочки так они красивее прокрасятся кажется она мне все не влезет но в принципе мы заливаем горячим рассолом поэтому капусты станет немного меньше поэтому можно сделать небольшую горку потом она усядется и все будет хорошо все остатки дела все готово и оставшиеся овощи также сверху выкладываем все убежала морковочка не уйдешь все все вся наша посуда пустая все это делается очень быстро единственное что ей потом нужно будет постоять я обычно делаю на ночь и на следующий день она уже будет очень очень вкусная а через день она будет вообще болтина далее рассол наш потихонечку кипящий ведь не забываем что это все очень очень горячо выливаем на нашу капусту рассола может быть много понимаете все зависит от ну как бы расчет дан у меня рецепт я напишу под видео на 2 килограмма капусты и на литр рассола обычно этого хватает ну если вдруг у вас останется лишний рассол ну что поделаешь если вам кажется что его не хватает то это на самом деле не так капуста присядет и рассола будет в самый раз так это тарелочка большая сейчас я возьму другую меньше и тарелочка вот видите вот он и рассол показался тарелочкой прикрываю и сверху крышкой и оставляем сначала в комнате а а часа через три-четыре можно будет поставить в холодильник крышку потеряла что делать началась пропажа итак капусту оставляем в комнате пока рассол полностью остынет затем отправляем ее в холодильник займет это ну три-четыре пять часов в холодильнике постоит еще допустим я делаю на ночь да но в принципе часов восемь я думаю достаточно уже для готовой к употреблению капустки что получится у меня и вам обязательно покажу и 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